Прошу принять меры по поводу... Довожу до вашего сведения, что... Прошу обратить внимание на то, что... Прошу принять незаконным отказом... Иванов Дмитрий Иванович, 18 января прошла... Прошу разобраться в ситуации, сложившейся... Насколько можно ходить и просить? Приветствую вас, неравнодушные телезрители. Вы смотрите программу «Книга жалоб» в студии Анна Серикова. Так уж вышло, что наш проект расширил свои территориальные границы. Кроме сургутян к нам обращаются жители Белого Яра, Лентора, Лангипаса, Пытьяха. Героиня нашей сегодняшней программы живет в поселке Ультьягун Сургутского района. Ситуация, в которой оказалась Олеся Сибий, действительно непростая. Без денег, без квартиры, без мужа, с маленьким ребенком на руках. Но Олеся не сдается. Она обращается во все инстанции с просьбой о помощи. У меня нету, куда пойти жить. У меня здесь, считай, на севере единственное жилье, вот это вот было, которое по социальному найму они отняли в 2004 году. И в данный момент я с ребенком остаюсь просто на улице и не могу оформить уже как с 2010 года, с октября месяца, ни субсидии на ребенка, ни государственную помощь, ни ЕНП на временную помощь. Ничего, кроме 608 рублей. В Ультьягу на Олеся приехала в 1995 году из Казахстана. Ее большая семья вынуждена была переехать в Россию. Переселенцам предоставили место для проживания в здании старого детского сада. На суду, причитающуюся эмигрантам, они отремонтировали помещение, в администрации оформили постоянную прописку. Через 9 лет этот дом, который не имеет статус жилфонда, решили расселить. Значит, мать мою Карпову Альбину Николаевну приглашают в администрацию сельского поселения Ультьягун и предлагают ей трехкомнатную квартиру в ветхом здании двухэтажка по улице Школьной 10А, квартира 11. Она собирает соответствующий пакет документов для вселения в квартиру. Ей выдают ключ, мы проводим ремонт в этой квартире, потому что она была в ужасном техническом состоянии. После мама идет пооплачивать квитанцию за ордер, приходит получать ордер и видит, что в ордер включают ее бывшего сожителя, с которым три года они уже совместно не проживали. У него на тот момент уже была своя многодетная семья с составом из пяти человек. Мама, естественно, увидев это, она отказывается от ордера на получение квартиры этой. Это решение повлияло на всю дальнейшую судьбу Олеси. На тот момент девушке уже исполнилось 19 лет. И по закону она тоже должна была писать отказ от предоставляемого жилья. Но почему-то никто даже не поинтересовался ее мнением. Мать, значит, от безысходности пошла в аренду предоставленную сыну несовершеннолетнему, от СДИТ, Черляшову. А я осталась на улице. Вот. Осталось прописано более пяти лет до 2008 года на пустом месте в здании старого детского садика, который был снесен. Олеся вышла замуж и родила ребенка. Естественно, встал вопрос, где прописать малыша. Логично, что он должен иметь регистрацию по месту жительства матери. Но в данном случае мать была прописана в несуществующем здании. Ребенка регистрировать по этому адресу отказались. Сказали, что на пустое место, где вы прописаны, прописать ребенка невозможно, несовершеннолетнего. Вот. И перерегистрировали меня в аренду к матери, в квартиру. Я обратилась в социальную службу, чтобы оформить мне полагающие все гарантии. Так как я была малоимущей семьей, являюсь на данный момент. Вот. Мне было отказано изначально, потому что у меня не было договора. Договора на заключение и закрепление за мной квадратов в этой аренде. В администрации Олесю пожалели. И чтобы хоть как-то помочь ей с жильем, заключили договор. Хотя квартиры по таким договорам дают только работникам бюджетной сферы. А Олеся трудилась участником. Договор, значит, я получила с 2009 по 2010... С 2008 по 2009 год. Всего лишь на год. Я смогла оформить субсидию на оплату ЖКХ и государственные социальные пособия, которые мне полагались на ребенка. В данный момент я с ребенком осталась несовершеннолетним без жилья. С выхода из декретного отпуска я обратилась в администрацию. Определение со мной договора без возмездного пользования. Глава администрации со мной навстречу не пошел. Сказал, собрали нежилищную комиссию. Жилищная комиссия из депутатов в составе 8 или 7 человек, точно я не могу сказать, приняла решение выселить меня с несовершеннолетним ребенком в занимаемом жилом помещении без снятия с регистрационного учета изначально, без предоставления другу какого-либо жилья. Беда не приходит одна. Недавно у Олеси трагически погиб муж. И организацию, в которой она работала, расформировали. Есть ли возможность у матери-одиночки обеспечить себе и ребенку нормальные условия для проживания? Расскажу после рубрики «Скорая телевизионная помощь». Здравствуйте. В студии Кристина Жмарко. Всем известная истина, незнание закона не освобождает от ответственности, распространяется на все сферы жизни. К примеру, порой из-за несвоевременности подачи заявления можно не получить положенных благ. Я обратился в прошлом году в пенсионный фонд, когда вот эта губернаторская надбавка заканчивалась. По-моему, последние дни октября были. Я зарегистрировался. Но я также через год и пришел. Я считал, что через год, в год раз надо регистрироваться. А получилось, что мне надо было перерегистрироваться в апреле, как мне продлевали инвалидность. Мне сказали, что вы уже на надбавку, на губернаторскую надбавку не можете претендовать, так как вы просрочили. Сегодня дополнительную пенсию, так называемую губернаторскую надбавку, получают несколько категорий граждан. Это люди, проработавшие в бюджетной сфере 15 лет и более, те, кто имеют достижения перед автономным округом, и те, кто успел зарегистрироваться в Ханты-Мансийском негосударственном пенсионном фонде до 30 ноября 2010 года. К ним и относится обратившийся к нам САГИФ. Ему была назначена трудовая пенсия по инвалидности. Соответственно, и срок губернаторской надбавки связан со сроком, указанным в справке об инвалидности. У каждого инвалида есть справка МСЭ. Он проходит переосвидетельствование по этой справочке. Значит, срок регистрации соответствует сроку переосвидетельствования по справке МСЭ. Поэтому всем инвалидам необходимо, как только они получили справку МСЭ новую, то есть прошли переосвидетельствование, обратиться к нам за продлением дополнительной пенсии. Выплата дополнительной пенсии приостанавливается на два месяца в случае непрохождения ежегодной регистрации. Если в течение этого времени инвалид не предоставил положенные документы, то потом выплата прекращается и, к сожалению, безвозвратна. Каждому пенсионеру, который проходит у нас перерегистрацию, выдается расписка, в которой указан срок, когда проходить следующую перерегистрацию. Это касается и инвалидов. Они сначала проходят переосвидетельствование, затем они обращаются в Государственный пенсионный фонд за продлением государственной пенсии, и затем они приходят уже к нам. Уважаемые пенсионеры, внимательно следите за сроками, указанными в расписках. Ведь от их соблюдения зависят ваши выплаты. Если вы не согласны с решением, вынесенным в отношении вас, то можете письменно обратиться за разъяснением в учреждение, которое занимается оформлением документов для получения надбавок, или в прокуратуру. Помните, за свои права вы должны бороться. К нам в программу обратилась Олеся Сибий. Она оказалась заложницей решения, которое ее мама приняла много лет назад. Семья Олеси переехала в Россию из Казахстана в 95-м году. Им предоставили место для проживания в здании старого детского сада. По этому же адресу оформили прописку. Затем здание необходимо было расселить, и жильцам предоставили трехкомнатную квартиру в двухэтажке. Но мама Олеси отказалась от ордера, потому что кроме ее семьи туда вписали ее бывшего сожителя. Олесе письменный отказ от предоставляемой квартиры не давала. Тем не менее, осталась без жилья, с пропиской в несуществующем здании. Олеся вышла замуж и родила ребенка. А квартирный вопрос так и остался нерешенным. Но женщина не сдавалась. В администрации ее поддержали и оформили на год договор безвозмездного пользования. В квартире, где проживала ее мама. Олеся Александровна обратилась за помощью по оформлению мер соцподдержки в наше отделение в октябре 2011 года. Ранее она пользовалась субсидией по оплате ЖКХ, получала детские пособия и государственную социальную помощь. Она была признанно малообеспечена. В октябре сложилась такая ситуация, что Сибия Олеся Александровна утратила право на пользование субсидий на данное жилое помещение, на комнату, где она проживала, по данному адресу, так как договор безвозмездного пользования у нее закончился. Вот такая ситуация у нас сложилась, что государственную социальную помощь она могла оформить, субсидию она не могла оформить. Сложилась такая ситуация, что она неправомерно занимает данное жилое помещение и неправомерно прописанно проживает там со своей семьей. Судьба словно проверяет женщину на прочность. Договор с ней продлевать не стали, а совсем недавно погиб муж. Хорошо, что службы соцподдержки не бросают мать-одиночку. В декабре она получила 40 тысяч на погребение мужа. В январе 2011 года, именно 12 января, она опять сдала документы на государственную социальную помощь, на признание малообеспеченной на текущий 2012 год. Она обратилась к юристу мобильной социальной службы нашего учреждения. У нас есть такая служба, которая выезжает к нам по графику два раза в месяц. В ней работает юрист, парикмахер, швея, психолог. Она обратилась к юристу совершенно бесплатно. Наш юрист поможет ей составить исковое заявление в суд. 22 ноября 2011 года специалисты соцслужбы ходатайствовали перед администрацией, чтобы чиновники оказали содействие в выдаче или продлении правоустанавливающих документов на жилье Сибии Олеси Александровны. 18 января этого года мы получили ответ, что Сибии Олеси Александровны были письменно даны разъяснения о предоставлении жилого помещения на условиях коммерческого и безвозмездного пользования. На сегодняшний день Сибия Олеси не является работником органов местного самоуправления и муниципальных учреждений сельского поселения Нитьявы. На заключение договора на условиях безвозмездного пользования у нее нет оснований. Вот такой ответ мы получили. Буквально вчера. Денег снимать квартиру у матери-одиночки нет. С просьбой разобраться в сложившейся ситуации она обратилась в прокуратуру. Куда мыкаться, тыкаться, я уже устала. Нигде ответа я не получаю. В прокуратуру я написала района. После чего мне дали ответ. Нарушений за главой нашим не выявлено, что его право давать мне жилье или не давать. В суд обращаться у меня тоже денег, средств нет. Тоже исковое заявление, которое сейчас стоит от 3 до 5 тысяч с маленьким ребенком. И решила я обратиться к вам в книгу жала, потому что это, наверное, уже предпоследняя инстанция, куда я могу обратиться за помощью. В администрации поселка нам сообщили, что постараются решить проблему. По договору соцнайма Олеся Сибий стоит в очереди под номером 167 с 16 февраля 2007 года. Мы ее не выселяем, она должна собрать документы. У нас даже и не было такого. Да, мы ее предупредили, чтобы она продляла договор. Но это еще мы ее предупредили, чтобы она продляла договор. Это что, два года назад было. Она через год только потом приехала. А потом начала заниматься документами. Ну, а я думаю, что здравомышлящие люди, никто же на мороз здесь не будет выгонять. Что ж, будем надеяться, что это не просто слова. У администрации нет законных оснований предоставлять Олесе жилье на условиях соцнайма. Главным аргументом в решении этого вопроса должно стать решение суда. Ну, я думаю, что мы будем решать все это через суд. Мы ее будем помогать, подавать исковое заявление в суд. Там посмотрим. Ну, со своей стороны мы будем оказывать дальнейшее содействие, так как эта семья действительно попала в трудную жизненную ситуацию. Глава администрации поселка также считает, что решить проблему можно, но необходимо, чтобы все было в рамках правового поля. Я могу помочь только в чем? Чтобы они обратились в суд, и администрация не будет против, чтобы суд решил, что им выделить жилье. Потому что у них запутана вся вот эта вот. То они в нежилом фонде жили, потом квартиру давали, потом отказывались от себя. Ситуация сильно запутана, и прокуратура проверяла их на обращение, значит, на администрацию никаких вопросов, что мы что-то нарушили, не дала. Но если через суд, я говорю, мы даже против не будем, это самое. И будем только благоприятствовать, чтобы не получили жилье. Помочь матери-одиночке обещали специалисты соцслужбы и глава поселка. Жизнь, она как зебра, и за черной полосой обязательно будет белая. У Олеси все будет хорошо. Главное не сдаваться и верить в лучшее. Это была программа «Книга жалоб». Любой из наших выпусков вы можете посмотреть на сайте. Печатный вариант также доступен. Истории наших героев можно прочитать в газете «В центре событий». А совсем скоро выйдет радиоверсия проекта. Настраивайте свои приемники на радиомаяк «Югра». А я напоминаю, что ваши права заканчиваются там, где начинаются права других. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова